В сентябре этого года в Налоговый кодекс Российской Федерации внесли ряд изменений. В частности, нововведения касались земельного налога. Депутаты Городской думы на заседании Планового бюджетного комитета рассмотрели внесение изменений в нормативно-правовые акты. С 1 января будущего года меняются ставки и сроки уплаты налога. Если раньше владельцы земельных участков должны были оплатить налог до 15 февраля, теперь срок сместился на 1 марта. Изменились и сроки внесения авансовых платежей. Сегодня авансовые платежи, тоже сроки уплаты, установлены налоговым кодексом. Они уплачиваются последним числом месяца, следующего за истекшим кварталом, то есть 30 апреля и так далее. Также народные избранники приступили к рассмотрению бюджета города на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджетная политика будет направлена на обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета Сарова. Основные характеристики бюджета на 2022 год. На 2020 год доходы 4 млрд 247 млн 945 тыс 300, расходы 4 млрд 335 млн 945 тыс 300, дефицит у нас 88 млн рублей. 88 млн рублей, если вы посмотрите в источниках финансирования дефицита, будут привлекаться кредиты кредитных организаций. Это 10% от налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет. По словам Любови Марковой, цифры на 2021-2022 годы даны приблизительно, так как через год ситуация изменится и бюджет снова будет корректироваться. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Сарова 24.